Всем привет! Сегодня 29 августа. Я не собиралась сегодня снимать больше видеороликов, но сейчас прочитала комментарии и хочу обязательно срочно ответить на один вопрос, чтобы помочь некоторым людям не сделать ошибку. Вот Ольга Кудрякова задала вопрос, можно ли корни из стебли убрать в компост? Ну я имею ввиду, наверное, томаты, конечно. Если на кустах была фитофтора, а ствол у корня чистый. Я не знаю, как делают другие, но я вам скажу, у меня золотое правило. Никогда никаких растений, которые подвержены фитофторе в компосты я не кладу. Именно поэтому у меня никогда не бывает на будущий год, на следующий год заболеваний. У меня участок, вот даже сейчас поздно, полностью свободен от фитофторы. Много лет я ее не знаю. И хочу всем начинающим сказать, если вы не хотите проблем с фитофторой, никаких отходов больных растений нельзя укладывать в компост. Ни в коем случае. Вот Ольга пишет, что ствол чистый, но как вы увидите вот эти маленькие споры грибковых, вот этих заболеваний фитофтора и других, их никогда не увидишь. Они не видны глазом, но они там есть. Если уже растения больны фитофторой, то конечно они есть. А для чего мы делаем вот этот компост? Мы готовим для наших растений вот эту плодородную, вкусную, вот эту почву, которую потом будем куда-то добавлять. И заселив туда грибы фитофторы, вот эти споры, вы потом расселите по всем своим лоткам, по всему участку и на будущий год. Здравствуй фитофтора. Конечно, некоторые все это укладывают, но потом обрабатывать нужно, обрабатывают и бордосской смесью, проливают медным купоросом, чтобы убить все это. Но я не вижу в этом смысла. Зачем опять вот этой химией травить вот эту землю, компост, который должен быть натуральным, плодородным, который должен быть удобрением. Нет, не знаю как другие, вот мое мнение, никаких кустов после фитофторы томатных нельзя в компост, нельзя туда картофель ложить, ботву. Короче так, я 30 лет назад прочитала в справочнике садовода, нельзя в компостные кучи укладывать. Выкладывать картофельную ботву, ботву от томатов и огуречную, остальное, пожалуйста, лук кладите отходы, морковь, свеклу, всю зелень, всю траву, мокрицу, лебеду, все туда можно. Кроме вот этих посленовых, которые болеют фитофторой, вы сделаете рассадник для фитофторы. Вы потом на будущий год, даже при благоприятных погодных условиях, вы получите фитофтору сразу же, в первую очередь. Ни у кого не будет, у вас уже она будет. Это в случае, если вы ничем не будете обрабатывать. Но, конечно, можно все это протравить медным купоросом, но я не вижу в этом смысла, зачем укладывать заведомо больные растения, чтобы потом травить химией, чтобы потом эту химию растаскивать по всему огороду. В этом вопросе я категорична, ни в коем случае в компостную яму нельзя больные растения укладывать. Куда их тогда девать? Это, конечно, лишняя проблема. Проще всего заложить все в компостные кучи, все полить медным купоросом. Не укладывая вот эти растения, мы наживаем себе проблему. Куда? Сейчас покажу. Не убирай камеру, держи так. Я даже все пасынки складываю вот в мешки, мешки ставлю, они у меня там уменьшаются в размере, засыхают. Потом я выношу за пределы участка и все вот так рассыпаю. Вот у нас есть подъезд к дому, гараж вдоль забора, где никто не ходит, где мы ничего не садим. Я все эти, даже вот пасынки, вот когда они хорошие, вот у меня здоровые, хорошие растения, обрезаю пасынки, образовываю листья, все в отдельную тару, все выношу за пределы участка. Можно как-то где-то сжигать, где-то если вы далеко живете, вот сейчас сжигать запрещено, но мы и сжигали все. Короче, все отходы вот этих растений больных обязательно или сжигать, или яму делать за пределами участка, все это закапывать. Или вот как я засушиваю, выкладываю, потом выбрасываю, все. Будьте очень осторожны, фитофтора, она размножается очень быстро. И если вот этот ствол, как Оля пишет, он чистый, это не значит, что нету там споров. Все, до свидания, вот этот коротенький видеоролик лучше всего не оставляйте в пределах своего участка, огорода. Если у вас фитофтора есть, все выносите, лучше сжигать. Но сжигать нельзя как-то, куда-то закапывайте, утилизируйте. Не нужно ничего в огороде оставлять. И если вы 2-3 года будете все это убирать отходы, у вас участок может быть вообще чистый от фитофторы. Вот у меня фитофторы и в этом году нет. Вот сейчас уже завтра, послезавтра, сентябрь, уже многие пишут, что и плоды сняли, и везде фитофтора. У меня ее нет, я никогда не оставляю больные растения на своем участке. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok